Вячеслав Стробыкин на приеме главы озвучил общее пожелание односельчан. В субсехе очень нужен парк, отдыха и клуб. На месте снесенного ДК строить нельзя. Там обнаружено воинское захоронение, охранная зона. У нас есть парковая зона по генеральному плану, который нам показывали. Я говорю, что года 4 назад, я сейчас не помню точно. Парковая зона была на улице Горького, переулок улицы Горького и переулок Школьный. Там была Ореховая роща наша. Что на данный момент с этим участком, глава местный ответить не может. Там Ореховая роща она всю жизнь была. И место рядом со школой, оно замечательное. Место в плане того, чтобы построить клуб и сделать какую-то парковую зону. Мы как жители готовы участвовать во всех начинаниях администрации, поддерживать ее. Но для нас это жизненно важно. Мэр Анапы вместе с городскими службами побывал на месте, где жители Субсеха хотят видеть парк. Население просит, чтобы на этом месте сделать дом культуры. Вот у нас школа. Через два дома у нас школа. Подделенную зону, говорят. Вопрос со строительством клуба можно решить позже. Сейчас надо начать благоустройство участка. Сделать планировку и выполнить гридирование. Посадить деревья. Ну давайте начнем так. Парк вот здесь сделаем. Чтобы ни у кого не было мысли, что судом... Я не удивлюсь, если завтра я получу судебное решение передать Иванову Ивану Ивановичу для того-то, того-то. И будем мы потом судом бодаться. Давайте посадим здесь что-то. Давайте начнем благоустройство, разобьем, завезем количество грунта, которое нужно сегодня черноземно. И давай сколько денег надо сегодня на начальные работы. И давай будем раздевать парк. С учетом мнения жителей. Пресечь попытки самовольного строительства. Вот о чем идет речь. С 2012 года здесь уже стоят самострой ЖСК «Школьный». Судебная практика не стала оригинальной. Признали право собственности на дома, как всегда забыв о коммуникациях. Поэтому если и строительство, то только клуба. Во время объезда субсеха Сергей Сергеев также осмотрел две новые детские площадки, монтаж которых завершается. Сделал несколько поручений службам, как благоустроить и обезопасить детскую территорию.